Добрый день, дорогие друзья, мои подписчики, случайные гости и не случайные гости. И рад вас видеть у себя на канале Чувство Знания Виталия Рафеева. Потому что сегодня будет такой небольшой видеоролик, которому мне бы хотелось открыть новый плейлист. И этот плейлист будет называться «Правила свидания». Такой плейлист, конечно, будет достаточно амбициозный, рассказать вам, знатокам свиданий, встреч и отношений, какие-то правила. А сегодня видеоролик посвящается такой интересной теме, которая всех интересует женщин и особенно интересует мужчин. Почему мы не являемся богатыми? Как же мы встречаемся? Простые люди, да? Если богатые люди, я вам показывал, которые богаты своими законами, правилами, ритуалами, культурами и тому подобное, они встречаются в конкретной точке с кого-то события, то мы, более простые люди, не соблюдающие все эти правила, законы, не получившие того или иного воспитания или тех или иных традиций, встречаемся вот в этой точке, которая является дыркой, да? Случайно, да? Как мы и любим говорить. Вот существует эта дырка, и в эту дырку хаотично попадают наши мужчины и женщины. Вот это, скажем, женщины, да? А это пролетает в эту дырку. И мужчины также, да, пролетают. Достаточно хаотично. Соответственно, мы случайным образом сталкиваемся друг с другом. Но всякая случайность является следствием закономерности. Итак, почему ваш мужчина не богат? Почему не может разгогатеть? Почему он ходит на работу каждый день, да? И возвращается с работы. И его доходы ваши не растут. А по этому поводу очень много там мотивационных книг, западных, восточных, различных там исследований в этой области очень много. И можно им, конечно, следовать, безусловно. Так как это также является в той же концепции соблюдение каких-то правил, каких-то законов. Но я покажу вам основу. Основу, почему это не происходит. Дело тут, конечно, очень такое простое и житейское. И оно касается такого понятия, я бы вам так сказал, по-простому, самовлюбленности. Есть такое понятие, вы его хорошо знаете. То есть мы, все, большинство из нас жили счастливым детством, о чем я вам говорил раньше. И мы это признаем в свое детство счастливым и принимаемым. И в этом счастливом детстве нас вырастили в любви нашей родители. Вот это состояние любви, которое наполнило наше сердце, оно нас не покидает, не покидает, к сожалению, само. О, у нас так любовь в нашем сердце живет, ей там комфортно. И она говорит, а что я должна уходить куда-то, зачем мне в мир уходить? Там в мире очень много проблем, там воля существует, там надо работать и служить. Буду находиться в твоем сердце, и ты будешь любить себя. И вот эта самовлюбленность является причиной этой проблемы. Проблемы, что же происходит. То есть мужчина встречает женщину в соответствии с теми его критериями самооценки самого себя. То есть как эта женщина подходит для его самовлюбленности. Если эта женщина подходит, конечно же, для его самооценки, то, соответственно, он в нее влюбляется, как мы говорим. И он влюбляется, и она полностью поглощается. То есть она становится воплощением его любви к самому себе. И вот эта проблема, то есть женщина, конечно, очень ей нравится, что она встретила такого мужчину, который носит ее на руках, там дарит ей цветы, всячески ее нежит, всячески ее там вас поднимает выше неба. Но там в чем проблема, сейчас покажу вам. Значит, состояние какое происходит. Сейчас мы рисуем вот так пять, две черточки этих. Вот мы тут встретились, вот здесь вот, как бы случайно, да? Безусловно, с этим выбором, а выбором являются критерии самовлюбленности, потому что у нас других критерий нету. Мы не жили на основании правил, мы не жили на основании законов. И поэтому у нас единственный критерий является такой спасительный для нас. Это критерий самовлюбленности, то есть самолюбования и так далее. И поэтому этот критерий мы с легкостью переносим в отношениях между мужчинами и женщинами и его ставим за основу. В результате наша женщина довольствуется тем, что этот мужчина ее любит на самом деле, как она видит. И мужчина оказывается вот здесь. Вот здесь он полностью, как бы, воплощает себя, любовь к женщине. И женщине это очень нравится. Нравится, что он любит ее любую. Настоящий момент. То есть сегодня она была молодая, 25-летняя, там 20-летняя, красивая, стройная и тому подобное. Через 5 лет она родила ему детей, возникли какие-то физиологические изменения и тому подобное. А мужчина продолжает ее любить. Продолжает заниматься с ней любовью, соответственно, в постели. Он также нежно к ней относится. И эта женщина очень нравится. Безусловно, кому это не понравится, да? Что я, там изменяется моя форма, тело у женщины, там. И возникают какие-то там возрастные изменения. А мужчина, ее мужчина продолжает ее здесь любить. Вот здесь любить. Безусловно. Понимаете? То есть она думает, что это любовь его к ней. А на самом деле это любовь, продолжение его самолюбия к самому себе. И это такая проблемка. Проблемка в чем заключается? Что мужчина здесь, в этом состоянии, может совершенно не двигаться. Как говорится, лежать на диване, да? Или на рыбалку, или на футбол. И на работу сходить, да? Ну, нам нужен... Какой мужчина? Нам нужен мужчина, который выйдет с этого состояния. Выйдет. То есть он должен, как сказать, двигать ногами. Помните, я правило говорил? Двигать ногами. А мужчина остался здесь. Здесь он любит ее. Любит ее такую, какая она есть. Настоящим. Вот этот мужчина, есть настоящий мужчина. Как это ни парадоксально. То есть, когда вы говорите такие термины, термины, да? Я хочу встретить настоящего мужчину. И у вас, как бы, такой комплекс каких-то существует критериев, там, мужчины, что такое настоящий мужчина. То, когда вы говорите настоящий мужчина, на самом деле вы привлекаете вот такого мужчину, который будет любить вас по-настоящему. Прямо какой вы есть. С вашими всякими недостатками и достоинствами и тому подобное. И в результате такой ситуации у вас в дальнейшем получается такое несколько противоречия. Через несколько лет вы видите, что мужчина продолжает вас любить здесь. Но ничего не изменяется. Он какие-то условия вам создал. То он, как говорится, гнездо дал самое, да? Но дальнейшего развития благополучия, в котором мог развиваться ваш ребенок, ваши дети, развитие их мира, воспитание и тому подобное, не происходит. Потому что мужчина не предпринимает никаких действий в мире. То есть, мир не расширяется. То есть, не происходит трансформации любви в мире. Не происходит расширения мира. Некуда. Никто, вы не видите, какой этот мир. Не видите. То есть, мужчина не стремится к чему? К чему мужчина должен стремиться? Еще думайте, чему. Мужчина должен стремиться к свободе. К свободе. Как это непарадоксально для вас, для женщин. Это, конечно, очень боязнь такая. Мужчина будет стремиться к свободе, и он от вас освободится. Но это такая ситуация. Она объективна, и это и есть закон. То есть, мужчина должен стремиться к свободе. К свободе и независимости. То есть, его стремление к свободе даст вам независимость. Здесь. Если мужчина будет стремиться к свободе. А свобода мужчине нужна именно для того, чтобы создать пространство. Пространство, которому он может предпринимать какие-то действия. Которому он может рисковать. Которому он будет уверен в себе. В котором он будет надеяться на себя Понимаете, то есть это главный вопрос Вопрос Как Как нам Приходить на свидание Как нам встречаться с мужчиной Как нам встречаться с женщиной Чтобы с этого состояния выходить Оно безусловно Естественное состояние То есть мужчина любит вас Настоящую, какая вы есть И вы этим очень довольны Что в этом состоянии Он вас обожает Он создает с вами отношения В отличие от той богатой женщины Которой он рассказывал В предыдущем видеоролике У вас, конечно, достаточно более Женственность Ваша больше удовлетворена С одной стороны, но с другой стороны Понятие воплощения любви Собственности у вас меньше Так вот, нам надо выработать С вами какие-то правила Существующие на самом деле Вы их просто не видите Или вы игнорируете эти правила Правила свидания Я приглашаю вас Смотреть мой плейлист Который будет называться Правила свидания Это не пикап, разумеется Будьте здоровы, счастливы И приходите друг к другу На свидание осознанно Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok